Музея музыкальных инструментов Музыкальный инструмент, о котором я хотел бы вам рассказать, это гусли. Его название происходит от старославянского слова густи, гудеть. Струна на инструменте гудела, ее называли гусла. А много гудящих струн, гусли. Гусли представляют собой доску, похожую на крыло. Это корпус. Посредине круглый резонатор, а сверху натянуты 16-18 струн, которые нужно перепирать или еще, как говорят, щипать пальцами. За что они получили свое название – струнный щипковый музыкальный инструмент. Наверное, у каждого гусли ассоциируется с былинами. И это правильно. В древности были очень популярны в сказителе гусляры Баяны, которые рассказывали всевозможные былины и притчи. У этого инструмента много разных названий. Дуда, пыжатка, сапель. Но чаще всего его называют свирель. Он представляет собой тонкую трубочку с множеством дырочек-отверстий, которые нужно закрывать пальцами, дуя в этот инструмент. За что он и получил свое название – духовой музыкальный инструмент. Считается, что он, как и все духовые, произошел от флейты пана. Один из пастухов, услышав, как будит на ветру тростник, попробовал подудеть в тростинку. Тростинка зазвучала. Тогда он скрепил несколько тростинок в один ряд. Получилась свирель. Или, как ее еще называют, флейта пана. От нее произошли не только народные инструменты, но и даже инструменты симфонического оркестра. Следующий музыкальный инструмент – это гармоника или гармошка. Он не совсем народный. Гармонику изобрели в Германии. В России ее сначала привозили, как необычный сувенир. Но однажды тульский оружейник Иван Сизов, поехав на ярмарку в Нижний Новгород, услышал там гармонику. Купив ее, он разобрал и сделал такую же. А позже в России везде стали появляться гармонные фабрики. То ли стали производить тульские гармошки, череповцы, череповецкие и так далее. Правда, сейчас уже не часто увидишь гармонь. Следующий музыкальный инструмент – баян. По сути, это большая гармошка. Он и произошел от гармошки. Своим рождением этот инструмент обязан мастеру Петру Стерлигову. Однажды к нему пришел его знакомый, известный и талантливый гармонист Яков Орландский-Титаренко. И стал жаловаться. Дескать, перерос он уже гармошку. Мало у нее возможностей. И тогда Стерлигов сделал ему музыкальный инструмент, в котором было 52 кнопки для правой и 100 кнопок для левой руки. Своё название баян получил в честь сказителя гуслера Баяна, о котором я упоминал выше. Ещё один музыкальный инструмент – аккордеон. Он был изобретён немецким мастером Бушманом в конце позапрошлого столетия. Сейчас он входит в состав многих оркестров народных инструментов. Я сам очень люблю этот инструмент. С удовольствием на нём играю. КОНЕЦ По этому наша экскурсия подходит к концу. Спасибо за внимание. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ